Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия, по тексту Септуагинты, греческого текста Библии, в переводе Павла Юнгерова. Сегодня мы будем читать 9 главу. Она начинается словами «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, возрастайте и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Возрастайте и размножайтесь – это более привычное для нас – плодитесь и размножайтесь. Но созвучно с церковнославянским именно возрастайте и размножайтесь, потому что славянский следует за Септуагинты. По-славянски это звучит. «И благослови Бог Ноа и сына его, и рече им, раститеся и множитеся, и наполняйте землю, и обладайте ею». А если бы Бог сказал бы только «плодитесь», то есть возрастайте числом, ну, достаточно было бы иметь для мужа и жены трех детей. Но так как Бог сказал «и размножайтесь», то это означает, что надо иметь столько, сколько Господь пошлет. Итак, Господь подтверждает то, что Он сказал уже раньше – «плодитесь и размножайтесь». Это связано с тем, о чем мы уже говорили, что после потопа люди могли испытывать страх, а что, если опять будет потоп, как после войны. Мне рассказывали, вот в 45-м году, когда наши воины в 46-м вернулись с войны, многие испытывали страх, а можно ли рождать детей, а что, если опять мужчин заберут, и опять начнется война. Кстати, после войны был всплеск рождаемости именно мальчиков, потому что во время войн уменьшается количество мужского населения, и Бог всегда заботится о том, чтобы восстанавливать то, что оскудевает. Итак, Господь говорит, и обладайте ею, то есть смело вступайте в право вашего господства над землею, и страх и трепет пред вами будет у всех зверей земных, и у всех скотов земных, и у всех птиц небесных, и у всех присмыкающихся по земле, и у всех рыб морских в руки ваши я отдал их. Действительно, во всех животных вложен буквально страх и трепет перед человеком. И когда я служил в Сибири, в Новосибирской области, город Куйбышев, теперь он называется Каинск, там один очень серьезный такой охотник мне рассказывал, что если человек даже без оружия встретит медведя, ему надо себя вести мужественно. Например, медведь прям идет на тебя с лапами, надо прям хватать медведя за эти лапы и кричать как можно громче. И я спросил, а что произойдет? Этот охотник мне сказал, медведь от страха обделается и убежит. В него заложен страх. А если ты будешь там пытаться как-то вот убежать, ты как бы выведешь его из состояния страха и трепета. Я спросил, а если зверь никогда не видел человека? Он говорит, да, есть такие места непроходимые, где есть животные, которые никогда не видели людей, но у них еще больше страха перед человеком. Они больше боятся человека, чем те, которые видят человека и осмелев даже могут заходить в поселки и так далее. Человек действительно владыка над этим земным миром. Бог поставил его, как Бог сказал Адаму и Еве, владычествуйте и господствуйте. И здесь Бог подтверждает. Наполняйте землю и обладайте ею, и страх и трепет пред вами будет у всех зверей земных, и у всех скотов земных, и у всех птиц небесных, то есть страх и трепет, и у всех присмыкающихся по земле, то есть никакая змея не нападет на человека просто так, если он не наступит на нее или ей не покажется, что он это хочет сделать. И у всех рыб морских в руки ваши я отдаю их. Человек хозяин в этом мире, значит, он не имеет права потребительски относиться к миру природы. Ибо в Апокалипсисе сказано, что Господь погубит губивших землю. И все движущееся, что живо, вам будет в пищу. Вот здесь Господь разрешает вкушать живность, то есть мясо. До этого, до потопа, люди не вкушали живность, они все были вегетарианцы. «И все движущееся, что живо, вам будет в пищу, как зелень травную всю я дал вам». То есть Бог как бы говорит, как прежде я вам разрешил вкушать зелень, теперь вы можете есть все мясное. «Только мясо с кровью души не ешьте». С кровью души. Давайте посмотрим, какие есть истолкования, объяснения. Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на книгу «Бытия» пишет, что душа животных в крови. Он пишет, «С этого времени начинается употребление в пищу мяса, но не для того, чтобы через это возбудить людей чревоугодию. Они должны были животных приносить в жертву и через это воздавать благодарность Господу». Ну, здесь немножко непонятно, разве до этого люди не приносили животных в жертву. Авель, например, приносил от первородных стада, от тука их. Далее Златоуст пишет, «Поэтому, чтобы они не вздумали воздерживаться от употребления их как посвященных Богу, он дает людям позволение употреблять животных в пищу и через это освобождает их от всякого недоумения». О чем это Златоуст? О том, что язычники, действительно, они приносили Богу в жертву баранов, ягнят, коров, и сами не вкушали, и потом стали обожествлять этих баранов, коров, ягнят. И Бог дает повеление, «Вы это ешьте, это ваша пища». Это никакие не Боги. Вы можете это приносить в жертву Богу истинному, как это было в Ветхом Завете, но это ваша пища, не обожествляйте этого. «Как зелень травную, говорит, даю вам всё, потом, как Адаму, дозволив пользоваться всем, Бог повелевает воздерживаться от одного дерева, так и здесь, дозволив свободно употреблять в пищу всё, говорит, «Только мясо в крови души не ешьте». Что же означают эти слова? Что такое мясо в крови души? Это значит «удавленена», потому что кровь есть душа животного. То есть нельзя есть животное, если был неправильный забой животного. Кровь должна сливаться. А если животное душат или там током убивают, и кровь сворачивается, потом она не сливается, конечно, такое есть нельзя. Это значит «удавленена», потому что кровь есть душа животного. То есть душа животного в крови. Но имеется в виду как бы нижняя душа. То есть высшая душа, срединная и нижняя. Это три разных слова, которые мы находим в Библии. Нешама – это дух, который вдыхается в человека, как сказано, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в ноздри его, в лице его дыхания жизни и стал человек душой живой». Сам человек – это руах, дух. А вот то, что животная душа – это нефеш, нефешхая – душа живая. То есть животное. И в этом смысле текст септуагинты и славянский текст, он более правильно как бы нам подает эти термины. Так, ввиду того, что люди должны были со временем приносить животных в жертву Богу, Он, Господь, как бы дает им такое наставление, кровь предназначена мне, а мясо вам, а делает Он это для того, чтобы с самого начала остановить в них наклонность к человеку-убийству. Человеку-убийству. Потому что тот, который свободно там режет животных с жестокостью, особенно, когда он поедает и кровь, таковы бывают склонны и к человеку-убийству. И далее мы читаем. Итак, запрет употреблять кровь, это мы прочитали. И далее, пятый стих, девятый главы. «Ибо вашу кровь, душ ваших, душ ваших, от всякого зверя взыщу ее». Что значит «от всякого зверь»? То есть, если какой-то зверь поест человека, там, бык забыдает человека, то по закону Божию надо казнить этого быка. «Насколько я помню, это книга «Исход», 21 глава. «И от руки человека-брата взыщу ее». То есть, если человек убьет человека, то кровь убитого будет взыщена с убившего. То есть, кровь убийцы надо пролить, чтобы смыть таким образом кровь невинную, которая буквально по Библии выпьет от земли. И вот смотрите, когда говорится, очень точно, это близко к еврейскому тексту. «И от руки человека-брата взыщу ее». То есть, это же страшно, когда человек убивает человека. А почему сказано «человека-брата»? Это очень соответствует еврейскому тексту. Потому что весь род человеческий произошел от одной крови, крови Адама. Все мы братья и сестры. Кто проливает кровь человека, того кровь вместо ее будет пролита. Здесь Господь устанавливает смертную казнь. «Ибо я по образу Божию сотворил человека». Айджи говорит о людях уже после грехопадения. Все равно образ Божий сохраняется в людях. Если кто-то убивает человека, это все равно, что он взял топор и изрубил икону. Икона – образ Бога. Но человек, созданный по образу Божию, в большей степени является образом Божьим. И давайте посмотрим, что по этому поводу пишет Амвросий Медиаланский. Это вот трактат о Ное. «А что смысл сказанного таков, подтверждают дальнейшие слова? Ибо, говорит Бог, я взыщу и вашу кровь, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также от руки человека. Нечестие человека он сравнивает с животной злобностью. Более того, считает его худшим, чем зверство животных, когда говорит от руки человека, от руки брата его. То есть от руки человека брата погибает человек. Ведь звери по природе не имеют с нами ничего общего и не связаны никакими узами братства. Если они убивают людей, то убивают их как бы в чуже, не приступая законов естества и не попирая чувства родства. Человек более тяжко грешит, строя козни брату, и потому Господь обещает суровее покарать его, говоря, взыщу кровь человека от руки человека, от руки брата его, разве не брат нам тот, кого породила разумная природа, человеческая природа, и кого рождение от одной матери соединило с нами, а у нас одна матерь, это матерь Ева и один отец, это Адам, ибо одна и та же природа есть мать всем людям, то есть мы все в сродстве друг с другом, и потому все мы братья, рожденные одной матерью и связанные общими узами родства, то есть по природе все люди пребывают в сродстве, поэтому если человек убивает другого человека, человека брата, неважно кто он, мусульманин, иудей, язычник какой-нибудь, это страшный грех, это страшное преступление, за кровь всегда надо отвечать, я понимаю, бывают случаи, когда на войне просто необходимы для самообороны, но это тоже оскверняет человека, потом человеку надо будет очищаться, а если этот человек не только по плотскому родству нам брат, но еще и от матери церкви он нам брат, например, он и славянин, и православный, и не дай бог кто-то участвует в военном конфликте, или поддерживает конфликт между православными странами, народами, эти все будут находиться в аду, и с той, и с другой стороны причем, потому что те, которые спровоцировали конфликт, и те, которые его не окончили, а продолжали, наказание будет очень суровое, плащ и скрежет зубов в аду, ибо священный дар человеческой жизни это как икона, поэтому мы здесь и прочитали, ибо, то есть почему за кровь надо ответить кровью, кровью, Бог говорит, ибо я по образу Божию сотворил человека, вы же возрастаете и размножайтесь, то есть плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и умножайтесь на ней, по-славянски это звучит, вы же растите и множите и наполните землю, и множите на ней, и далее, и сказал Бог Ною и сыновьям его с ним так. То, что мы прочитали, это называется закон иное. Это призыв плодиться и размножаться, а так как противоположность семейной жизни блуд, это и запрет блуда. Это и запрет на жестокое обращение животными. Нельзя значит оторвать кусок плоти от живого существа, от коровы, от барана и есть. Это жестокость. Если животного забивают, то кровь надо все сливать. Это тоже запреты, запреты. А если человек убил человека, брата, его надо убить. Это не только устанавливает смертную казнь, это устанавливает и правосудие. То есть должны быть судьи, а не какой-то самосуд, чтобы каждый решал, кого в этой ситуации надо убить. Потом свидетельство о том, что человек создан по образу Божию указывает на то, что идолы запрещены, идолопоклонство запрещено, потому что они являют ложный образ Бога. Вы же возрастаетесь и размножаетесь, наполняйте землю, умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сыновьям его с ним так, вот я поставляю завет мой вам и потомству вашему после вас и всякой душе живущей с вами из птиц и из котов и всем зверям земным, которые с вами суть из всех вышедших из ковчега и поставлю завет мой с вами и не умрет больше никакая плоть от воды потопа и более не будет водный потоп опустошать всю землю. Это не значит, что Бог сказал, что потопа не будет. Бог сказал, что не будет всемирного потопа. локальные потопы возникают, но такого всемирного уже точно никогда не будет. И сказал Господь Бог Ною, вот знамение завета, которое я устанавливаю, устанавливаю, то есть даю между мной и между вами и между всякой душою живой, которая с вами в роды вечные, дугу мою и по-славянски смотрите дугу мою полагаю во облаце дуга это радуга дугу мою полагаю во облаке и будет она знамением завета вечного между мною и землею. Кстати, мне вот очень печально бывает видеть когда там радужные флаги появляются ими размахивают представители всяких меньшинств на самом деле это для нас священное сочетание цветов и это не должно быть в поддержку каких-то извращений природы. сам Бог говорит что это будет знамением завета вечного между мной и землею радуга это не то что там Бог допустит какие-то грехи беззакония в православном мире даже сам последний какой-нибудь грешник садомит и то понимает что грех есть грех а сейчас пытаются легализовывать грех в этом серьезная опасность потому что когда легализуют грех окончательно то будут стыдиться девственности и праведности и целомудрия это уже наблюдается кстати в молодежной среде они уже стыдятся своей девственности и начинают даже наговаривать на себя врать что они и в этот грех впали и в этот и так далее поэтому радуга это символ мира между Богом и человечеством и когда я наведу облака на землю явится дуга то есть радуга моя в облаке и вспомню я завет мой который существует между мною и вами и между всякой душою живущей во всякой плоти и не будет более вода потопом для истребления всякой плоти оказывается Бог заботится о всякой плоти не только о людях но и о животных и о пресмыкающихся и не надо удивляться помните в Нагорной проповеди сказано что Господь заботится о птицах небесных о зверях полевых и так далее и сказал Бог Ною вот знамение завета которое я поставлю между мною и между всякой плотью которая находится на земле действительно радуга своим разноцветием красотою подчеркивает чистоту неба и вот что меня очень смущает вот в этом гей движении они приватизировали голубой цвет они себя называют голубые и так далее голубой цвет это цвет Божьей Матери потому потому что она в теле вошла на небо и радугу приватизируют и это все очень настораживает сыны же Ноя вышедшие из Ковчега были Сим Хам и Афет Хам же был отцом Ханаана а вот о Симе не сказано чей он отец и о Фете не сказано чей он отец а почему про Хама сказано в связи с выходом из Ковчега Хам же был отцом Ханаана Хам не соблюдал безбрачие в Ковчеге хотя все соблюдали Сии три суть сыны Ноя от них распространились люди по всей земле то есть они родоначальники человеческих рас от Сима происходят семиты ассирийцы евреи арабы от Хама негроиты от Иофета индорийские племена мы славяне от Иофета Иофета и напомню Сима означает славный то есть составивший себе имя Хам горячий темпераментный Иофет красивый И стал Ной земледельцем и насадил виноградник и испил вина и опьянел и обнажился в доме своем есть такая точка зрения что Ной это вообще первый человек который насадил виноградник это как-то извиняет его поступок он по неопытности сделал этот виноградный сок а на солнце он скис превратился в вино и Ной увлекся и пил кстати к похвале Ноя сказано испил вина и опьянел вы скажете а что ж к похвале сказано испил вина опьянел а вот что к похвале и обнажился в доме своем это для нас урок пьешь сиди дома никуда не бегай чтоб твоя ногота не обнажилась в глазах соседей других людей само по себе пьянство зло но уж если пьешь сиди дома и я рекомендую мужчинам и женщинам если они выпивают я это знаю как минимум как минимум отключайте сотовый телефон просто отключите принципиально никаких звонков вы не делайте в таком состоянии и чтобы вас не услышали те которые звонят вам поэтому мы видим что писание в чем-то обвиняет ноя в чем-то хвалит его и обнажился в доме своем это не случайная деталь и увидел хам отец ханаана вот опять эта деталь а чему она тут нас может научить хам отец ханаана а логика такая первым увидел ханаан пьяного ноя то есть внук а так как он побежал к отцу своему хаму ему рассказал поэтому здесь и сказано и увидел хам отец ханаана наготу отца своего и вышел вон и рассказал обоим братьям своим то есть ханаан внук ноя увидел наготу рассказал своему отцу хаму тот побежал к симу и иофету и рассказал сим и афет взявшие одежду положили ее на оба плеча свои и пошли смотря взад то есть чтобы не увидеть наготу отца и покрыли наготу отца своего и лицо их было обращено назад и наготы отца своего они не видели пример иофета и сима это пример для подражания кто совершает хамов грех тот кто злословит насчет собственных родителей плоских отцов наших родителей и насчет духовных родителей пастыри архипастыри церкви духовных отцов наших и насчет крестных родителей и злословить начальство ибо сказано начальствующим в народе твоем не злословие имеется ввиду и военный начальник и политический начальник таким образом мы поступаем по-хамидски когда мы позволяем в нашем присутствии обсуждать священника не дай бог епископа не дай бог патриарха я помню когда я учился в семинарии у меня там был друг тоже семинарист Сергей Девятов и вот когда мы гуляли вместе вокруг лавры если кто-то начинал обсуждать священника он вот так затыкал уши и убегал он кстати стал митрополитом в Сибири но для меня это был великий урок что нельзя проявлять хамидство хам всякий кто позволяет себе какие-то каверзные шуточки по поводу духовенства на самом деле все эти сплетни и слухи даже если они говорят правду в некотором случае это характеризует самих этих людей хамидов Григорий Богослов пишет что людям свойственно в собственных грехах подозревать других людей как вот такая притча она мне очень нравится я ее как-то рассказывал еще раз расскажу сидели три монаха в монастырском саду и видят один монах раз через стену перелез побежал в село которое за монастырем один монах подумал блудить побежал ночью чтобы никто не видел другой подумал воровать побежал пост ведь голодно а третий подумал какой благочестивый брат наш он благотворительностью занимается как святитель Николай тайно ночью чтобы никто не увидел то есть людям свойственно обличает других рассказывать о своих грехах иногда бывает что как бы может быть они не доходили до каких-то тяжелых грехов но всегда в этом обнаруживается некая такая латентность Сим и Афет взявши одежду положили ее на оба плеча свои и пошли смотря взад то есть нельзя даже смотреть и покрыли наготу отца своего если нельзя смотреть нельзя и слушать какие-то разговоры и мысли надо изгонять дурные из своего сердца и лицо их было обращено назад и наготы отца своего они не видели когда трезвился Ной от вина то узнал что сделал над ним меньший сын его кстати меньший сын так называли внуков возможно такое объяснение и смотрите что он говорит он говорит не о хаме хотя у нас иллюстрация есть там Ной проклинает хама да не было этого глупости люди невнимательно читают Библию и сказал да будет проклят отрок Ханаан никакого хама он не проклинал он проклял кого внука своего Ханаана как зачинщика а почему он хама не проклял ведь именно хам побежал рассказал двум другим братьям это очень важный вопрос дело в том что когда они выходили из ковчега Бог их благословил а то что Бог благословил никто не имеет права проклинать вот почему нельзя злословить священников пастырь архипастырь они рукоположные благословенные а если они благословенные кто может злословить никто иной не может проклясть хама хотя хам участвовал в том чтобы ославить своего отца потому что он благословенный я помню в детстве когда я жил в Орехово-Зуево храм Рождества Божьей Матери там был один священник который ввел себя как-то очень так строго по отношению к другим верующим мне это бросалось в глаза я пожаловался бабушке бабушка говорит да я знаю мне тоже от него достается но священники они же благословенные Богом когда батюшка руки подымает слава тебе показавшему нам свет с него все грехи как листва осенью слетают ничего не остается действительно то что Бог благословил никто не имеет права проклясть и сказал то есть Ной да будет проклят отрок Ханаан он будет рабом братьям своим и действительно негроида до сих пор в таком состоянии тягостном и сказал благословен Господь Бог Сима и будет отрок Ханаан рабом ему не Хам а именно Ханаан да распространит Бог Иофета Иофет это мы славяне в том числе и да вселится он он то есть Иофет куда вселение Сима вселение Сима хотя Саптуагин предлагает и другое возможное прочтение и да вселится он то есть Бог Господь Бог вселение Сима но это немножко не связано по-еврейски и синодальном и здесь у Юнгерова как раз говорится что да распространит Бог Иофета то есть другое значение слова Яфет не только красивый но и распространенный и да вселится он то есть распространится так что вселение Сима попадет а что такое вселение Сима это Библия Библия написана лицами еврейской национальности и Ветхий Новый Завет и мы поселились в этих шатрах Сима вселение по-еврейски шатер Бейт а Бейт это и дом учения это и писание Бейт Ха Мидраж и увидите что мы неплохо ориентируемся в этом доме это наш дом в том числе и Иофетян это благословение Божие и действительно в формате христианства мы вселились в шатры Сима и для нас спят и Ветхий Новый Завет и да будет Ханаан рабом ему чаще Ханаан раб Иофету белой расе не Симитом а именно Иофету и жил Ной после потопа 350 лет и было всех дней Ноя 950 лет и умер сегодняшняя голова она такая интересная особенная голова поэтому мы тут не могли пропустить ни одного стиха хотя я специально сократил некоторые комментарии не коснулся некоторых вопросов но все здесь на своем месте если будем живы Господь позволит в следующий раз мы продолжим наши беседы а вам рекомендую друзья подписывайтесь на портал Экзегет чтобы вовремя получать сигнал о том что вышла новая беседа чтобы не пропускать занятия Спаси Христос субтитры